Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Этот сюжет мы начнём с очевидного для нас и для всего мира утверждения. Несмотря на хотелки из серии «Даёшь большую Россию» или «Восстановим Советский Союз». Всё это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. Опять будет Советский Союз. И никто никуда не уйдёт. Ни о чём подобном не может быть и речи. Более того, именно сейчас начался обратный отсчёт для всего большого мыльного пузыря, который называют «Русский мир». И это не потому, что нам так хочется. Все империи, построенные на лжи и лицемерии, как правило, долго не живут. В начале осени пройдёт референдум, о вхождении Запорожской области в состав России в качестве субъекта федерации. Евгений Болицкий, глава Запорожской области, подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией. Историческое событие произошло на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией». Это, кстати, свежий пример откровенной гебель совщины от Кремля. Чудаки, как вы поняли, силами своих пока ещё живых марионеток провозгласили референдум о присоединении Запорожской области к РФ. Подписываю распоряжение Центральной выбранной, Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией. Для этого в актовый зал нагнали массовку, где разные мелкие жулики или судимые педофилы, как вот Гауляй Тербердянска, соревновались в красноречии, от которого особо одарённым реально хотелось вызвать скорую помощь. Долгие 8 лет пришлось ждать, когда Россия протянет нам руку помощи и поможет наконец-то украинскому народу воссоединиться. Долгие 8 лет приходилось нам работать как разведчикам в тылу. Россия пришла сюда освобождать нас от нацистского ига. Но важно здесь было другое. Эти жалкие никто из ниоткуда. Они не могут представлять какие-то города или посёлки, поскольку их там никто не выбирал. А законная власть и интеллигенция приказы оккупантов открыто саботируют, от чего было нытьё даже в эфире «Комсомольской правды». Саботаж был на начальном периоде просто на всех уровнях. Половину 4 лет оказалось выходить на работу. Глава там основного коммунального предприятия под названием «Чистота» уничтожил электронные блоки. То есть он сначала поджёг машины, но ему не понравилось, как они сгорели, и недостаточно сильные. Он уничтожил все электронные блоки управления. Здесь-то и возникает один простой вопрос. Как назвать людей, которых никто не выбирал, и власть которых держится на понаехавших автоматчиках? Очевидно, это предатели и гауляйтеры, с которыми разговор сейчас короткий. Зам. Глава администрации «Новой Каховки» Виталий Гура, на которого накануне было совершено покушение, скончался в больнице. Покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Владимир Васильевич Сальдо находится в тяжёлом состоянии. Кстати, очень забавно, что отстрел партизанами-предателей в России называют терроризмом. Дмитрий Песков заявил, что покушение на чиновников в Херсоне – это акты терроризма. И при этом ровно эта же публика в Мелитополе целую улицу имени Гебни Судоплатова назвала. Идеолога украинского нацизма победил советский разведчик. Улицу Дмитрия Донцова в Мелитополе переименовали. Теперь она носит имя генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. Очевидно, в логике русского мира это другое, да? Но давайте снова к типа референдуму вернёмся. Ведь российские чиновники топ-уровня при этом сделали вид, что они ни при чём от слова «совсем». Мол, извинить, народовластие. Мы за справедливость, за право людей на своё самоопределение народов и так далее. Никто никому не подгоняет, никто никому не даёт никаких указаний сверху. Жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, принять, выразить свою волю. Мы готовы в любое время собраться и рассмотреть, если будет такое обращение, к России и Совет Федерации. Эти планы, они же у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Смотрятся такие речи максимально жалко. Ведь раньше в Москве хотя бы пытались имитировать проведение референдума. Бюллетени на туалетной бумаге печатали. Не надо торопить события, они развиваются естественным образом. И будем ждать решения жителей этих регионов. Но здесь же даже такое провернуть невозможно. А знаете почему? О, очень просто. Каким образом можно проводить референдум о статусе Запорожской области, когда большая часть населения проживает на территории подконтрольной Украине? Население оккупированного Мелитополя – 148 тысяч человек. Это до войны. А сейчас там реально, если половина осталась, то это хорошо. Жить в помойном русском мире желающих по факту оказалось немного. Более того, жителей Запорожской области, недовольных оккупацией, российская армия не только выдворяет из своих домов, но и снимает это на камеру. Вы осуществляли деятельность, направленную на воспрепятствование работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, а также по дискредитации органов Российской Федерации. В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации о мерах ответственности к вам применяется процедура принудительного выдворения за территорией Запорожской области. Нормальный такой подход к делу, да? Выгоним всех, кто нам не нравится, и будем честнейший референдум проводить. Но давайте все-таки к циферкам с населением вернемся. В Бердянске – это второе по величине город Запорожской области временно подконтрольной России – население до войны там было 106 тысяч человек. Добавим сюда энергодар в 52 тысячи населения и пологи в 18 тысяч, и получим картину масла, где во всех, еще раз, во всех оккупированных городах Запорожской области живет в 2,5 раза меньше населения, чем в подконтрольном Украине Запорожье. С учетом Гуляйполя и других подконтрольных городов разница так вообще космическая. Большая часть населения живет в городах подконтрольных Украине. Так для кого это шоу альтернативно одаренно? То, чтобы референдумы были. Обернитесь назад, посмотрите, пожалуйста. Единогласно. Кого вы обмануть хотите? Как может меньшинство решать за всю область? То есть даже фейковый референдум получается настолько через одно место, что его и Северная Корея вряд ли признает? Обидно, досадно, но ладно. И в Москве, похоже, это все прекрасно понимают, но продолжают верить, что народ в России тупой и любую чушь проглотит. А потому стоило марионетке Балицкому и его помощнику Снегирю. Евгений Балицкий, глава Запорожской области, подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией. И провозгласить референдум, как вся машина пропаганды принялась убеждать россиян, как же классно жить в подконтрольной России, части Запорожской области. И сейчас вот вам Попов, который за пять минут до этого называл себя независимым журналистом. Мы показываем реальную картину мира. Вы меня называете главным путинским пропагандистом, но я плохой пропагандист. Я не умею, как вы, работать по методичке и дуть в одну дуду. Мы показываем картинку с двух сторон. Мастер-класс по поеданию содержимого осенизаторской машины покажет, как говорится, смотрим и улыбаемся. Пейком на Западе уже объявили и вот эти кадры, где тысячи украинцев стоят в очереди в Запорожской области, чтобы въехать на территорию, о боже, которую контролирует Россия. Ой, ну да, врет Запад. Конечно, это не от русского мира народ тысячами бежит, а наоборот. Бегут из Украины в Россию. Да неужели? Желающих так много, что людям приходится по 10 дней ждать в палатках, машинах и просто на земле их не пускать. Чудак, на секундочку, не просто пропагандист, но еще и депутат Госдумы. Друзья, вот в этом единая Россия во всей красе. Берешь свой зашквар, говоришь на черное-белое и выдаешь за победу. А мы с вами давайте просто потратим 30 секунд и покажем мужа Скобеева и его пастве. Не одно, а много видосиков из Васильевки. Кипец, что тут творится. Кипец, что тут творится. Все на полу люди. Просто без конца. Первая колонна, которая стоит на этой заправке, они уже ночуют седьмые сутки для того, чтобы выехать. Че там, дядя? Как самочувствие? Может, вы не знали, что эти очереди в Васильевке в сторону Запорожья еще с весны? Очень хотим уехать. У меня малышу три месяца. Уже невозможно. Мы вторые сутки уже в дороге, очень устали. Дети капризничают. Люди готовы неделю там ночевать под палящим солнцем, чтобы добраться к тем, кого вы, подонки, называете фашистами и карателями. И чтобы вообще не было вопросов, пусть вам сами люди из очередей расскажут, куда они едут. Для того, чтобы выехать на подконтрольную территорию Украины, в город Запорожье, необходимо проехать через город Васильевку. В 17.00 открывается коридор и пропускают около 100 машин. Но по итогу перед городом собираются около 300 машин. Вчера мы были 176. И там же за нами аж до следующего поста. Мы уже растекали в село, а потом мы через ГЭС с червоным крестом переезжали, переехали. И вот это уже с новой каховки мы уехали сюда. Раз, два, три. И мужу Скобеевой со всей его студией можно начинать обтекать. А в курилках на досуге пусть пораскинут мозгами. Вот зачем их заставляют так позориться? Вот чтобы что? Натягивают сову на глобус, выставляя пропагандистов посмешищем. Бегут из Украины в Россию? Да неужели? Лично нам кажется, что история с референдумом и все сопутствующие фейки именно сейчас возникли неспроста. Уж больно не по плану идет спецоперация. Помните Соловьева, который рассказывал, мол, народ дает армии кредит доверия на два месяца? Я смотрел последние отчеты, притом не прокремлевские. Рейтинг Путина 79, армия 84, одобрение войной операции 71. С ожидания людей, сколько может продлиться война, ну, ощущение, что там полтора-два месяца. То есть люди как бы такой кредит доверия дают. Так вот, друзья, сейчас прошло почти шесть месяцев с начала так называемой спецоперации. Как там дела с кредитом доверия? Чет Соловьев истерит каждый эфир. И свои же слова даже и не пытается вспоминать. Кажется, нам выгодно, чтобы операция, ну, скажем так, длилась некоторое время. Не будет вашей нацистской прямой. Мы вас все равно раздавим. Понятие победы динамическое. Только это будет сделано тогда, когда вы все будете демилитаризированы, денацифицированы. Ровно такая же история и с Коротченко, который в начале войны громил Украину ударами языка. В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Дальше это вопрос времени, когда они либо сдадутся, либо будут уничтожены. Падение Киева, очевидно, это тоже вопрос, ну, наверное, ближайших, может быть, трех, четырех, пяти дней. Теперь эта копия русалки Урсулы продолжает изрыгать пафосные речи, но от былой бравады не осталось и следа. Нет больше за три дня до Львова. Теперь Коротченко собирается побеждать в исторической перспективе. Рассчитываем, что наше движение вперед, наше преимущество, оно даст и соответствующие результаты. К сожалению, ни за неделю, ни за две, ни за три, но в историческом плане, в военно-техническом плане, в плане того, что мы владеем оперативно-стратегической инициативой, абсолютно очевидно, что наше дело правое, враг будет разбит. Но есть по теме кремлевских ожиданий и реальности и более свежий пример. Напомнить, как Ченуша из Мининфо ДНР заявил, что до конца августа Россия захватит всю Донецкую область. Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью. То есть очевидно, что именно такие задачи ставились. И Путин хотел референдум 11 сентября и в Запорожье, в Харькове, и в Херсоне, и в Донецкой области. Но в Харькове русский спецназ был мастерски поставлен на колени. Прибыли мы на учение. Скушка в банк. Мы просили. Закинули на передовую. Люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Захватить областной центр Запорожской области тоже не получилось. Да что там далеко ходить, даже Славянск до сих пор не взят. В Светогорске ВСУ контролируют весь правый берег. В районе Богородичного украинская армия не то чтобы не отступает, а отбивает отдельные села. Украинские силы обороны освободили села Мазановка-Дмитровка. Это Донецкая область. То есть очевидно, что никаким захватом всей Донецкой области до конца августа, судя по всему, и не пахнет. Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью. И планы постепенно приходится переписывать, а Путин злится. Уже начали вбрасывать подкаты, мол, после встречи с Эрдоганом Россия готова к переговорам в Стамбуле. Кремль высказался о готовности решить украинскую проблему дипломатическим путем. И ура, патриоты у телевизора слушают и негодуют. Они хотели пировать на руинах Славянска. Захватить Одессу, маршировать по Киеву, обстреливать Львов. Но время идет, а ничего не происходит. Тут-то для корма хомячкам и подкинули типа референдум на огрызке Запорожской области. Мол, радуйтесь, холопы, растет Россия. Владимир Рогов сегодня заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины, и что обратного пути нет. Но кроме как изнасиловать себе же мозги, это шоу коллаборантов и городских сумасшедших не решит абсолютно ничего. Ну разве что, кроме того, что после таких финтов ушами даже самые наивные не поверят в байки о том, что война началась, чтобы защитить Донбасс. А значит, Путина будут ждать новые санкции, а Украину – новое оружие. И чем больше такого безумия будет творить Кремль, тем быстрее решится стратегическая задача. В окончательной потере России и европейского рынка нефти и газа. Так, чтобы даже рублевые шреддеры боялись открыто вести дела с беспредельщиками. А Путин и компания стояли перед выбором – или кормить голодных холопов, или воевать. Именно в этот момент и случится реальный перелом, который станет началом конца русского мира. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? «Разнесем Киев ядерными ракетами!» Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Украина!